друзья всем привет давно меня не было видно и вот опять я решил снять для вас обзор сегодня мы находимся в крутом интерьере интерьер получился сдержанный подчеркнули его золотом в интерьере присутствует дерево и глянец на сегодня довольно круто это смотрится поехали расскажу более подробно по кухне кухня уже эксплуатируемая заказчики въехали пользуются кухней не снимаем обзор уже по горячему так давайте подробно по материалам фасадная группа верхние фасады идут крашеные матовые антресоли краска глянец причем черный и основная масса фасадов это шпон какая фишка этой кухни здесь мы использовали столешницу из керамики ламином использовали керамику ламином цвет но ирдезир причем здесь идет две толщины основная зона это керамика 12 миллиметров и фартук на острове использовали 5 и 6 миллиметров какая фишка боковые стоевые мы обшили также керамикой чтобы подчеркнуть именно среднюю зону по кухне кухня встроенная полностью под потолок между стен и пенальная зона также встроена в нишу в данной кухне мы установили остров остров выполняет дополнительную рабочую зону зону хранения и барная стоечка в данном интерьере в данной квартире это очень удобное расположение как я уже говорил за островом там пришел супруг с работы либо друзья пришли хозяйка готовит сидят дети либо там друзья общаются причем вот эта ступенька она закрывает еще зону готовки пообщавшись заказчиками они больше готовят именно вот на острове потому что рабочая зона между мойкой варочной маленькая получилось здесь остров большой и готовить так очень удобно давайте покажу вам более подробно планировку кухни середина кухни является основной рабочей зоны либо на основной кухне либо на острове зона мойки мойка смеситель дозатор для мыла измельчитель здесь использовали амайкири японский бренд довольно-таки качественная техника смеситель идет сразу с краником для фильтрованной воды то есть отсюда фильтрованная вода рядом вода проточная также стоит измельчитель на этой кухне есть вот такая маленькая фишка до мелочь но очень удобно это майкири рома он скручивается то есть его можно скрутить и где-то хранить он не занимает много места но зоне мойки это удобно полезная штука да вы помыли что-то поставили она стекает также там положили зелень она лежит вода стекает удобная штука рекомендуем под мойкой шкаф в котором расположились фильтр измельчитель мусорное ведро рядом с мойкой расположили посудомойку причем посудомойка 60 сантиметров мы в основном используем большие посудомойки 45 сантиметров ставим только в том случае если не позволяет площадь всем рекомендую ставить большую зона мойки над мойкой у нас верхняя сушка для посуды между мойки и варочной небольшая рабочая зона но на довольно таки полезно варочная панель индукционная встроенная вытяжка причем вытяжка довольно таки хорошо тянет хоть и небольшая у модели не помню в описании напишу выдвижные ящики у нас расположены только в острове по дизайну основная кухня шла вертикальных фасадах ложки вилки у нас спрятаны вот за этим фасадом причем как обычно ящик скрытый это удобно и так как это основная рабочая зона и кухня небольшая то есть ящик на острове довольно таки удобный в острове еще у нас расположился спрятался винный шкаф причем винный шкаф на 5 полок вместительный холодильник в данной кухне встроенный холодильник высотой метр семьдесят по вместительности можете посмотреть кому мало конечно такой не подойдет кому вернее надо больше зон хранения но для семьи там из трех человек этого холодильника вполне достаточно давайте подробнее расскажу о пенальной зоне финальную зону мы вместили максимум техники технику использовали неф свч духовка кофе-машина кофе-машина скажем так техника не из дешевых но те кто любят кофе вообще это неотъемлемая часть вашей кухни какая фишка этой кофе-машины у нее отдельно идет контейнер под молоко который хранится в холодильнике легко устанавливается сейчас покажу как мы открываем кофе-машину ставится контейнер и не уставится трубочка и вы можете себе приготовить капучино лата и тому подобное причем кофе-машина управляется по вай-фай то есть подключается к телефону и вы можете удаленно себе приготовить кофе подготовить сразу чашечку классная тема молоко уберем свч идет сенсорное открывание довольно-таки большая микроволновка по духовке такая фишка духовки здесь полностью убирается дверка это очень удобно не торчит так давайте теперь как вы любите по заглядываем шкафчики вообще что здесь за зоны хранения да и что там можно хранить финальная зона открываются два шкафа довольно таки много места для хранения аптечка у каждого на кухне и шкаф аптечка под кофемашиной у нас большой шкаф зона хранения под духовкой выдвижной ящик так посудомойку я показывал поверху просто полочки сушка для посуды также шкаф для хранения встроенная вытяжка причем над вытяжкой да еще есть место хранения также шкафчик с посудой обратите внимание верхние три соли не открываются это просто глухие дверцы которые не открываются зон хранения хватает там высоко заказчики сказали не хочу не буду туда лазить вот из лестницей и правильное решение поэтому это все фальше так я уже говорил что нижние все распашные то есть у нас много шкафов для хранения в острове 4 ящика 5 со скрытым 5 то есть большие выдвижные ящики которых много что поместится и винный шкаф еще какая особенность этой кухни здесь есть вход в нарнию здесь спрятана довольно таки вместительная комнатка да скажем кладовка расположится здесь полочки и опять-таки дополнительная большая зона хранения вы видите я поместился свободно внешне так мы зашили что и не обратишь внимание что это дверь причем у нас спрятался еще черный кондиционер на этой панели на острове керамика 5 и 6 миллиметров причем сделали с подворотом все уголочки красиво все зарезалось под 45 максимальное соблюдение структуры переход ноги в плоскость по размеру листа не получалось вот этот переход и в большинстве случаев не получается вот здесь сочетание структуры это единственный момент вертикальные какие-то швы возможно соблюдением структуры эффект этой стойки монолитность все вот эти вот переходы толщины все смотрится довольно таки круто на основной кухне соблюдалась максимально симметрия то есть дверцы по 60 сантиметров и левый и правый край повторялись например здесь идет колонна выступ мы его зашили шпоном и керамикой здесь холодильник зашит керамикой и шпоном если соблюдена симметрия то кухня смотрится всегда более выигрышно на кухне есть нюансы так сказать мелочи до которые и показывают уровень мастерства например здесь керамический бок он имеет толщину мы его сделали заподлицо со шпанированным фасадом в торце то смотрится вот так то есть утолщенный бок данная керамика имеет структуру под мрамор да у него специфическая структура и длинные волокна здесь у нас получилось данном проекте состыковать вертикальную горизонтальную плоскость практически везде с переходом структуры на рабочую стенку на данной кухне мы использовали как всегда фурнитуру bloom причем на ящиках идет с нашим логотипом вот такая классная кухня у нас получилось которая подчеркивает данный интерьер она будет актуальна в 2022 году понравился вам обзор оставьте свои комментарии и ждем от вас лайк